Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Нарушил, несмотря на 30-летний стаж. На пешеходном переходе на улице Милицейской водитель девятки сбил студентку. Пробило лобовое стекло. На улице Гайдара дерево упало на припаркованные машины. Подожгли коляску. В общежитии Новоровского выгорел весь первый этаж. 22-летняя студентка получила травмы различной степени тяжести в ДТП на улице Милицейской. Там нарушил правила и сбил пешехода водитель девятки. Подробности в рубрике «Обзор аварии» сегодня дайджест за 7 дней. Авария произошла в четверг днем у перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Милицейской. Перед пешеходным переходом водитель одной машины пропустил девушку, а вот водитель девятки ехал в левом ряду, не остановился перед зеброй и сбил пешехода. Пострадавшая, по предварительным данным, получила травмы головы и левой руки, ее увезли в больницу. Теперь все зависит от окончательного диагноза. Если у студентки окажется средний или тяжкий вред здоровью, нарушителю грозит уголовная ответственность. Как признался сам мужчина, он водитель с более чем 30-летним стажем. На Победиловском тракте майор полиции на кроссовере выехал на встречную полосу и столкнулся с Калиной. После удара оба автомобиля оказались в кювете. В ДТП пострадал 32-летний водитель «Лады» и его 7-летний сын. Известно, что 52-летний участковый полиции был трезвый. Он был в форменной одежде и возвращался со службы. По предварительным данным, майор отвлекся от управления и выехал на встречную полосу. Сейчас по факту ДТП идет проверка. В поселке Даровской на улице Полевой водитель «Газели» отъезжал от своего дома и не заметил свою полуторагодовалую дочь. Задним колесом он наехал на девочку, которая внезапно выбежала на дорогу. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами ребенка доставили в Кировский центр травматологии. Сейчас полиция проводит проверку. В Нагорском районе между поселком Кривой Рог и селом Сенегорье произошло ЧП на мосту. Провалился грузовик. Эта авария парализовала движение между несколькими поселками. В местной администрации сообщили, что уже знают о происшествии. На ремонт моста уже выделены средства. Утром во вторник в Юрьянском районе на 481-м километре трассы «Вятка» на ходу вспыхнул фургон. На место аварии выехали две единицы техники от МЧС. С огнем боролись три спасателя. Информации о пострадавших нет. У перекрестка улиц Казанской профсоюзной в яму провалился белый «Хёнде». Автомобиль получил повреждения. Возможно, кроме бампера есть и внутренние поломки. Поэтому водитель иномарки решил зафиксировать это происшествие, чтобы потом обратиться в суд за компенсацией. Стали свидетелями курьезного ДТП очевидцы в Кировочепецком районе. Судя по всему, водитель УАЗа не справился с управлением и едва не съехал в водоем. На место ЧП выплыл экипаж ДПС. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Пробило лобовое стекло «Фольксвагена» упавшее дерево на улице Гайдара. Машина была припаркована рядом с ДК «Родина». Все подробности в рубрике «Сводка». Сегодня в ней самое заметное происшествие уходящей недели. В четверг, 28 июня, на улице Гайдара на припаркованные машины упало дерево. Ветка пробила лобовое стекло у «Фольксвагена» «Посад». Очевидцы сообщают, что помимо иномарки, повреждения получила припаркованная «Лада Веста». Ее владельцу нужно будет убирать вмятину на крыше авто. 28 июня в 5 утра в общежитии Новоровского 95А вспыхнул пожар. Выгорел весь первый этаж. По словам местных жителей, кто-то поджег одну из колясок. Пострадавших нет, но обгорела коляска и велосипеды. Жильцы сообщают, что с огнем боролись самостоятельно, тушили водой. На место происшествия также выезжали три пожарных расчета. 26 июня в Малмурском районе 13-летнего мальчика убило током. Ребенок гулял со своими друзьями по заброшенному хлебоприемному комбинату. Он забрался на здание высотой около 5 метров и задел электропровода с напряжением 10 тысяч вольт. Мальчик погиб на месте. Следственный комитет проводит проверку, опрашивают очевидцев, выясняют, кому принадлежала территория. 26 июня из психиатрической больницы имени Бехтерева сбежали двое опасных судимых пациентов, которые находились там на принудительном лечении. Они разбили стекла. Санитар пытался их задержать, но один из пациентов, 33-летний судимый мужчина, ранил его осколком стекла. Сколота, резаные раны головы и шеи 40-летнего санитара доставили в травмбольницу. По факту происшествия, следственный комитет начал проверку. Известно, что беглецы уже найдены и задержаны. Не терпелось освежиться утомленному солнцем мужчине в жаркие выходные. Он решил не спускаться на городской пляж со старого моста, а спрыгнуть в воду прямо с него. Эпичный полет прыгуна снимали отдыхающие из пляжа. 20-метровую высоту мужчина преодолел за 3 секунды, а затем успешно выплыл. Слава богу, обошлось. Ночью в центре города на улице Маклина очевидцы заметили лося. Лесной гость спокойно прогуливался по тротуару вдоль жилых домов. Так он дошел до Октябрьского проспекта. На проезжей части лосенок встретил эвакуатор, через несколько секунд сообразил, что стоит свернуть, и убежал в кусты. Позже он заметил, что его снимают на видео. Долго вглядывался, словно позировал на камеру. Затем отправился дальше исследовать город. Алина Котрихова, место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Пять эпизодов в деле учителя-развратника. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично, только по нескольким преступным эпизодам. В Зуевке осудили баяниста-педофила из Фаленок Виктора Чепурных. Не поделили телегу. Это моя телега. Это ее. Это моя телега. Это моя телега. Я вообще отзываю. На улице урожайной женщина с двумя приятелями напала на бывшего сожителя. Помощь в любой ситуации. ДТП-сервис – это независимая экспертиза. Оценка ущерба и качество ремонта. Юридические услуги. Установление вины в ДТП. ДТП-сервис. Гарантированное возмещение ущерба. 42-55-42. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Зуевке осудили баяниста-педофила из Фаленок Виктора Чепурных. 58-летнего преподавателя музыки одной из детских школ искусств признали виновным в совершении пяти эпизодов действий сексуального характера в отношении своих малолетних учениц. 58-летний Виктор Чепурных попался оперативником год назад. В ходе следствия выяснилось, что разратные действия в отношении учениц он совершал в течение двух лет. Пятеро девочек пострадали. Им не было и 14 лет. Уголовное дело на преподавателя баяниста заявили после того, как в полицию обратились несколько учениц и их родители. В апреле 2017 года он был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая остается до настоящего времени. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично, только по нескольким преступным эпизодам. Экспертиза показала, что учитель-баянист Виктор Чепурных страдает педофилией. В суде он признал свою вину, в итоге ему назначили наказание, видев восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать. Михаил Вагин, Алина Котрихова, место происшествия. Вовсе не совместно нажитое имущество забрала бывшая у жильца дома по улице Урожайной. Женщина с приятелями ворвалась к нему в квартиру, избила его и забрала теперь уже не ее вещи. Впрочем, это версия потерпевшего всех участников конфликта, выслушал Павел Москвин. Что случилось? Вот, проходите, помогите. Кого помощи-то не вызывали? Да вроде не убей пока. Жили с дома по улице Урожайной. Глеб весьма рад появлению Росгвардии. Мужчина рассказал, что его избили его бывшая супруга Анастасия и ее двое приятелей. Ломают двери, меня бьют. Кто ловит? По словам Глеба, это было не просто избиение, а разбойное нападение. После налета пропали телефон, часы телега и посуда. Хотели телевизор забрать, магнитофон забрать. Ну, поломали тут немножко. Меня где-то часа два били. Переживали, что... О, ты живой, я в Боже, пока, да. Вскоре мужчина привел стражей порядка к дому, где проживала его бывшая с новым ухажером. Меня-то не убили? Ты убил его. Меня. На столе Глеб увидел знакомый телефон. Да? Он никуда не делал. Где мои вилки, ложки? А я что, б***ь, б***ь тебе, б***ь? А вы где-нибудь, где мой? Какой? Которого дома? Вон он. Между бывшими сожителями возник спор по поводу собственника пропавшей телеги. Это моя телега. Это моя телега. Это моя телега, б***ь. Это моя телега, б***ь. Я вообще, б***ь. Никакого не отходил. Нормальный. Новый сожитель Анастасии Евгений уверял, что он не нападал на Глеба. Вот я, честно, я вот, крест мой, я не заходил. По словам Глеба, в нападении участвовал и 14-летний подросток Кирилл. Несмотря на свой юный возраст, ранее он был уже судим за кражу. А здесь как оказались? Так, на ночевке. На место происшествия приехала опергруппа. Сейчас по факту разбойного нападения и побоев проводится проверка. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Аварийная встреча. На улице Ленина камера зафиксировала, как столкнулись Волга и Тойота. Успели вовремя остановиться. На Слободском тракте Лось едва не спровоцировал массовое ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Ленина камера зафиксировала, как столкнулись Волга и Тойота. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На улице Ленина водитель Волги начал движение. И в этот момент водитель Тойоты повернул направо. На улице Пристанской после авиашоу водитель «Лады» ехал в сторону монастыря и, судя по всему, перепутал передачи и поехал назад. На улице Московской еще один умелец на «Девятке» решил по-быстрому объехать ремонтные работы. На перекрестке улиц Щорса и Попова водитель 99-й не заметил красный сигнал и въехал в девушку на «Форде». На перекрестке улиц Воровского и Сурикова у внедорожника «Мерседес» на ходу отпало заднее колесо. На проспекте строителей женщина на «Десятке» въехала в кроссовер «Рено». По словам автора видео, в «Десятке» ехал маленький ребенок. Возможно, женщина отвлеклась на малыша, не заметила красный сигнал светофора и не успела затормозить. На улице Воровского в утренний час пик дорогу не поделили троллейбусы и «Ауди». Кто виноват, сейчас разбираются инспекторы. На улице Солнечный водитель «Десятки» аварийно выехал с парковки. На улице Щерса нарушитель на «Ладе» выезжал с парковки торгового центра налево и въехал в «Субару». На слободском тракте «Лось» едва не спровоцировал массовое ДТП. К счастью, водители успели вовремя остановиться. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovsobaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров», а также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны и увидимся на Первом городском.